Добрый вечер. В студии Екатерина Абрамова. Вместе подведем итоги уходящей недели. Тем, кто называет себя православными активистами, никто не указ. Даже сам Владимир Путин. Они угрожают сжечь кинотеатры, которые осмелятся показать фильм «Матильда». Тот, что еще не вышел на экраны страны. Активистов на этой неделе осадил пресс-секретарь президента. Дело в том, что учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство Святая Русь». Мы специально проконсультировались. В Минюсе такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов. Ну, очевидно, что за этих самых анонимных экстремистов сейчас возьмется всерьез генеральная прокуратура. Авторы фильма подали иск. О планах не только творческих мы поговорили с режиссером Матильды Алексеем Учителем. Алексей, фильм «Матильда» еще не вышел в прокат. Уже столько скандалов. Ваше обращение в генпрокуратуру. Почему? Ну, это ответная мера, потому что депутат Поклонская подала уже второе заявление на нас по поводу фильма в генпрокуратуру. Было первое. Вот несколько месяцев назад этот орган ответил, что ничего противоправного в нашей картине нет. Но, видите, не успокоилась Поклонская и подала второе заявление, где просит уже проверить сценарий. Что само по себе является абсурдом, поскольку фильм скоро будет готов. Хотя вопросов много. Кто будет читать сценарий? И почему прокуратура? Почему не обратиться, например, в Комитет по культуре Госдумы? Чтобы там уважаемые люди, такие как Говорухин, Бортко, могли дать какую-то оценку. В общем, мне кажется, что в ответ на это мы подаем. И второй у нас еще иск. Вот это уже серьезно. Вот это агрессивное экстремистское письмо с угрозами поджогов и расправы над людьми, которые показывают наш фильм. Это, конечно, уже очень серьезно. И именно генпрокуратура и должна вмешаться в это дело. Я ничего не боюсь, потому что я знаю, что ничего нет в этой картине того, о чем они хотят увидеть. Оскорбляет чувство верующих. Нет там этого и не будет. Но вот эта вот страсть, я думаю, что это болезнь такого личного пиара. Вот я хочу показать. Про меня, наверное, давно забыли. Вот я такой. Удивительно, удивительно, что это происходит, как и все эти истории с прокуратурой. Получается так, что любой фильм, любой спектакль, любая там, не знаю, картина написанная, значит, кому-то из наших организаций или там отдельных людей, он может написать депутату. А депутат подает в прокуратуру. И что у нас будут проверять это точно? Это, значит, получается, что в прокуратуре заниматься нечем, более серьезными делами. Для чего существует Министерство культуры, фонд кино? Для того, чтобы на раннем этапе изучить сценарий, проект весь, и запустить его, и давать государственное финансирование. Ну, только не занимать ответственную организацию, как генпрокуратура. Ну, вот к нам пришли и говорят, дайте, пожалуйста, сценарий. Мы спрашиваем, а кто будет читать? Ну, кто будет читать? Как оценить вот это, что там что-то есть, что нет? Дойдет до того, что мы будем в съемочную группу включать представителя генпрокуратуры, значит, чтобы он следил за тем, чтобы ничего не было. Ну, абсурдно. Ну, а что это получается? Какое-то возрождение цензуры или что? Да нет. Как это? У нас официально нет цензуры. Я миллион раз повторял, за последние 25 лет мне никто никогда не говорил вырезать, убрать там или еще что-то. И не будет этого. А вот с помощью каких-то непонятных, несуществующих организаций, якобы чего-то требующих, получается, что они требуют? То запретить, то что там, убрать какие-то, убрать поцелуи из фильма. Конечно, если в каком-то художественном произведении появляется то, что не соответствует букве закона, конечно, надо это пресекать тоже. Но букве закона, а не вкусовому и какому-то ощущению, что эти люди почему-то должны чего-то решать. По вашим ощущениям, почему вокруг именно этого фильма весь этот шум и вся эта ситуация? Это для меня загадка. Загадка необъяснимая. Я прекрасно понимаю, что не может всем фильм понравиться. Но абсурд, абсурд, когда никто не видел ни кадра, кроме трейлера, значит, начинать обсуждать и делать какие-то глубокомысленные выводы. И мы не могли пойти на какую-то авантюру и делать что-то непотребное, или там снимать фильм о мелкой любовной интрижке. Это серьёзная картина с огромными сценами и коронация Николая Второго, и Хадынки, и так далее. Поэтому это всё, я уверен, что там ничего нету оскорбляющего чувства. Хотя он называется Матильда, но главный герой – это, конечно, будущий император. И для меня этот человек безумно интересен, очень противоречив. Очень многие из людей полагают, что нельзя рассказывать, так сказать, о том, что у императора, который причислен к лику святых впоследствии, что у него была какая-то действительно любовная связь. И что, как они утверждают, что эта связь была не только до его брака, но и после. Это так на самом деле или нет? Это был молодой человек, ему было всего 26 лет. Он никакой ещё был не император. И, конечно, мог влюбиться. При этом у него был действительно тяжелейший выбор между чувством и долгом. Он выбрал именно этот долг. И это интересно. И это интересно, что в этот момент... Там было самое интересное то, что в этот момент сконцентрировалась как бы судьба нашей страны. Что будет с ней дальше? Поэтому никто там никого не оскорбляет, а наоборот этого человека ты начинаешь... Потому что он становится, ну как вам сказать, он становится именно человеком, а не иконой только. Скажите, он правильно поступил с вашей точки зрения? Вы же изучали его биографию. Ну, это никто не может сказать. Я думаю, что по-человечески он поступил, наверное, правильно. Но, видите, исторически всё пришло к каким-то очень печальным результатам. Почему это случилось? И случилось бы что-то подобное, если бы он поступил по-другому, отказался от престола, например. Что было возможно? Сейчас об этом только можно гадать, но шаг был сделан. И человеческий я его понимаю и поддерживаю. Полную версию интервью с Алексеем Учителем смотрите на телеканале МИР24 и на информационном портале МИР24.ТВ. Страсти по Матильде заставили вспомнить знаменитую фразу «Не читал, но осуждаю». Так саркастически в середине прошлого столетия называли кампанию по травле Бориса Пастернака за роман доктора Живаго. Не просто так. Эти четыре слова «Не читал, но осуждаю» часто произносили с трибун вместе с такими, как «предательство» и «антисоветчина». Классический пример цензуры системы госнадзора. Вопрос вмешательства в творческий процесс крайне болезненный для нашего общества, которое качало всё время из страны в сторону. В советские годы идеологический контроль. После перестройки вседозволенность. Не просто найти сейчас золотую середину. Ровно об этом президент Владимир Путин говорил и во время послания Федеральному собранию, и на встрече с деятелями культуры в конце прошлого года. Принцип свобода творчества считаю абсолютно незыблемым. Однако у всех свобод всегда есть вторая сторона – ответственность. И это мы тоже с вами хорошо знаем. И у художника, у властителя Дум, так сказать, мера этой ответственности особенно высока. С одной стороны, любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона. Мы так и будем делать. И в то же время в самой творческой среде, я хочу подчеркнуть именно эту сторону дела, именно в самой творческой среде должна быть определена грань между циничным, оскорбительным ипотажем и творчеством, и творческой акцией. Вот такой вот минувшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы вернемся к вам уже в следующее воскресенье. Я с вами прощаюсь. До свидания. Вместе интересно. До свидания. До свидания.